Всем привет! В эфире неделя спорта и я, ее ведущая, Надежда Мещерякова. Как обычно, в это время на телеканале Универ ТВ я и мои коллеги готовы поделиться с вами самыми интересными и значимыми событиями из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотри сегодня в выпуске! Обзор игр Казанского Акбарса и Рубина. Спортивное ориентирование. Кросс-спринт в центре города. Финал спартакиады первого курса. Мини-футбол. Как всегда, по традиции, мы начинаем нашу программу с обзора игр Казанского Рубина и Акбарса. Эти команды выдали интересные матчи в своих чемпионатах и более подробно о них расскажет Амир Сабиров. 12 октября Акбарс продолжал выездную серию и провел второе зеленое дерби в сезоне против Салавата Юлаева. Уфимцы смотрелись лучше казанцев в первом периоде. Акбарс начал игру вторым номером и не старался атаковать. Во втором отрезке игра перешла уже под контроль гостей из Казани и барсы смогли открыть счет. Курьезный гол головой забил Николай Коваленко. Дмитрий Когарлицкий бросил и рикошетом от Юхи Метцелы шайба попала в шлем 51 номеру Акбарса. После чего залетела в ворота. На восьмой минуте третьего периода свою первую шайбу в сезоне забил Дмитрий Воронков. Молодой нападающий гостей сделал бросок из-под защитника и вратарь в этом моменте был бессилен. 2-0 к середине последнего отрезка. Казалось бы барсы спокойно доведут матч до победы, но Салават неожиданно совершил камбэк. Сначала на 12-й Шакир Мухмадуллин с лету переправил шайбу в ворота казанцев. А через полторы минуты Данила Аполлыкин с передачи Григория Панина сравнял счет. Шайба в этом моменте пролетела за спиной Тимура Белялова. 2-2. За 4 минуты до конца основного времени за воротами Салавата состоялась массовая драка. После которой Джефф Плетт, Александр Кадейкин и Дмитрий Юдин получили по 2 минуты штрафа. Оставшееся время основного времени и овертайм не выявили победителя. И в дело вошли булиты, которые Акбарс выиграл вчистую. Забросили Кагарлицкий и Александр Бурмистров. 3-2 волевая победа Казани. Два дня спустя барсы гостили в Магнитогорске у местного Металурга. Счет был открыт уже на пятой минуте матча. Стивен Кэмфер с неудобной стороной клюшки застал врасплох Василия Кошечкина и забил. В ассистентах Джордан Уилл. Следующий период также запомнился одной шайбой. На этот раз забили хозяева. Джош Керри с передачи Филиппа Майле мощно щелкнул без шанса для Игоря Бабкова. 1-1. Заключительный отрезок оказался победным для Металурга. Уже на первой минуте Андрей Чибисов бросил с дальней дистанции и вывел хозяев вперед. Результативную передачу сделал Артем Зимчонок. 2-1. Команда из Магнитогорска довела матч до 14-й победы подряд. 16 октября казанский Рубин вернулся на Акбар с арену и провел очередной матч российской премьер-лиги. В соперниках московский локомотив. Казанцы неожиданно для многих смогли повести в два мяча. Первый гол на 36-й минуте великолепным дальним ударом из-за штрафной линии забил Андрес Дрейер. Нападающий получил мяч от Хуана Инбома и не побоялся пробить. 1-0. А уже во втором тайме на 66-й минуте новичок казанцев Герман Анукхо задел свой первый гол за Рубин. Десятый номер воспользовался ошибкой вратаря локомотива и поразил уже пустые ворота. 2-0. Москвичи быстро смогли прийти в себя и через две минуты Федор Смолов в хорошей позиционной атаке сократил разрыв в счете. Рубин почти довел игру до победы. Но на 94-й минуте из-за ошибки Юрия Дюпина, который выбил мяч прямо на ноги игрокам локомотива, гости сравняли. Отречился Рифа Джамаледдинов отличным ударом с дальней дистанции. 2-2. Казанский клуб после 11 туров занимает девятую строчку в таблице. На следующий день Акбарс начинал домашнюю серию игрой с Амуром. Счет в матче на второй минуте открыл Кирилл Панюков. Нападающий поборолся на пятаке и бросил между щитками вратаря. 1-0. На 28-й Роман Любимов сравнял счет. В комбинации поучаствовали Дамит Томашек и Владимир Галузин. А за 18 секунд до конца второго периода с передач Артема Лукоянова и Джордана Уилла Стивен Кемпфер вывел хозяев вперед. В третьем периоде на шестой минуте Иван Николишин с помощью ассиста от Александра Горшкова сравнял счет. Ну а точку в матче на второй минуте овертайма поставил Дмитрий Юдин. Защитник Акбарса мощно щелкнул от синей линии и не промахнулся. 3-2 победы казанцев. Амир Сабиров. Неделя спорта. Диана Жданова Каюм Насри между 25 и 28 домом. Районом соревнований стала Старо-Татарская Слобода. Местность представляла из себя центральную часть города с постройками и большим количеством достопримечательностей. Было большое количество калиток и проходов, часть из которых были закрыты, что доставляло участникам сложности. Стартовые и финишные площадки располагались в пешеходной зоне Слободы, однако присутствовал автомобильный трафик во дворах и по периметру карты. Также в этот раз было большое количество запрещенных объектов и действий спортсменов. Данная трасса была подготовлена в рамках ориентирования впервые. Она была направлена на то, чтобы и дети, и люди пенсионного возраста могли без сложности пройти дистанцию. Всех бегунов разделили на категории по возрасту и полу. Для каждой категории были подобраны свои отрезки пути. Женщинам с 19 по 21 год предстояла дистанция в 3000 метров. В данной категории бронзу забрала себе Мария Томмен. Путь она прошла за 24 минуты. Второй прибежала Алина Сабирова, опередив Марию всего на 48 секунд и прошедшая дистанцию за 23 минуты 12 секунд. Победителем в этой категории стала Алина Нурьева. Она обгоняет соперниц и приходит к финишу на 22 минуте 52 секунде. Мужчинам той же возрастной категории предстояла дистанция в 3400 метров. Среди них с третьим стал Ильдар Гиманов с результатом 23 минуты 28 секунд. Обогнав своего соперника всего на 4 секунды, вторым финиширует Антон Скалкин. Лидером в этой тройке стал Дмитрий Головин, который прошел дистанцию за 22 минуты 17 секунд. Диана Жданова, Неделя спорта. Чемпионат Республики Татарстан по баскетболу продолжается. На этой неделе сборная Казанского федерального университета провели две игры. Сначала им противостояли баскетболисты из УНИКС-2, а затем принципиальное противостояние против Казанского авиационного института. Карина Саяхова побывала на этих играх и сейчас расскажет нам о всем самом интересном. Чемпионат Республики Татарстан по баскетболу среди мужских команд продолжается. 12 октября на площадке технологического колледжа прошел второй тур соревнований, где встретились сборная Казанского федерального университета и сборная УНИКС-2. А 15 октября в третьем туре на стадионе «Олимп» соперниками стали Казанский национальный исследовательский технический университет и Казанский федеральный университет. Первая четверть в матче второго тура была равной. УНИКС-2 выбрали для себя тактику активной защиты и жесткого нападения. Тем самым с первых минут игры ввели в ступор сборную федерального университета. Наиболее маневренным игроком на момент первой четверти оказался Ефим Чердынцев. Именно он неоднократно помогал своей команде вывести счет в свою пользу. 23-17 в пользу сборной УНИКС-2. Во второй четверти команда федерального университета отличилась множественными нарушениями игры. Отыграться нечестно решил Иван Филькин. Он получил пять фолов и был удален с площадки, не имея возможности продолжить игру. Несмотря на поведение казанских юлбарсов, УНИКС-2 продолжал отправлять точные броски в корзину соперника. Первая половина игры завершилась счетом 56-24. Уже в самом начале третьей четверти стало совершенно очевидно, что сборная Казанского федерального университета опустила руки в прямом смысле этого слова. Юлбарсы рассеянные и неторопливо передвигались по паркету, а УНИКС-2 напротив не теряли времени и раз за разом забрасывали мячи в корзину соперников. Обе команды брали таймауты, однако это нисколько не изменило ход игры, и четверть завершилась счетом 79-39 в пользу УНИКС-2. Финал игры всегда может стать непредсказуемым, но не в этом случае. Баскетболисты федерального университета попытались вернуться в игру и привнесли в начале четвертой четверти в копилку команды целых 10 очков. Однако это совершенно несоизмеримо с 26 заброшенными мячами ребятами из УНИКС-2. Ни хлеба, ни зрелищ. Игроки обеих команд просто доигрывали оставшееся время. На табло 105-49 победителя матча УНИКС-2. Первые два тура чемпионата хорошо себя зарекомендовали, а третий с нетерпением ждали все зрители и любители баскетбола. В третий тур команды достаточно динамично вошли в игру. На паркете встретились сборная Казанского федерального университета и Казанский авиационный институт. С первых минут матча началась агрессивная обоюдная игра. Первую четверть сборная КАИ отыгрывала очень слаженно и сплоченно. На протяжении всего времени они держались уверенно. Федералы значительно уступали своим соперникам по скорости и количеству заброшенных мячей. Первая десятиминутка завершилась счетом 17-9 в пользу КАИ. Во второй четверти баскетболисты федерального университета пытаются сравнять счет. Они тактично обводят соперников, берут таймаут на размышления, однако выбиться в лидеры все же не удается. Капитан команды КАИ Тимур Шарафиев атакует игроков сборной КФУ и получает в общей сумме 4 фала за грязную игру. Первая половина игры завершается счетом 30-23 в пользу КАИ. В третьей четверти лидировали федералы. После большого перерыва они подобрали себе подходящую тактику и действовали по ней. Для авиационного института третий отрезок игры начинается плохо. Они раз за разом пропускают мячи, теряют оборону и впоследствии настрой к победе. Единственным вариантом, пришедшим им на ум, стал жесткий напор в сторону федералов. Это решение не увенчалось успехом и им были присуждены 5 фаллов. Несмотря на все это, КАИ все же лидирует в счете на два очка. Третья четверть и на табло 42-40. Сборная Федерального университета решительно настроена на победу. В финале они еще более активны и увереннее в себе. Своей игрой они все чаще заставляют уходить КАИ в оборону. Казанские юлбарсы поражают быстрыми подборами мяча и количеством трех очков. Встреча завершилась счетом 58-63 в пользу федералов. На Кубке Университета по мини-футболу продолжают разыгрывать путевки в четвертьфинал. Дальше по сетке уже прошли сборные Института геологии и нефтегазовых технологий и Елабужский институт. 13 октября стали известны еще два четвертьфиналиста. О том, кто прошел дальше, расскажет Адель Хайсаров в своем обзоре. 13 октября в спортивном комплексе Унингс состоялись очередные матчи Кубка Университета по мини-футболу. В третьей игре на стадии 1-8 финала встречались команды Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института международных отношений. В начале матча вратарю Исфнимка не удавалось справиться с волнением, что позволило футболистам ИМО в первых же атаках создать комфортное преимущество. 3-0 после первых 10 минут матча. Несмотря на такое начало, четверка Исфнимка не бросила играть. Они раз за разом угрожали воротам соперника и в концовке тайма сумели открытать один мяч. Их многочисленные атаки во второй половине встречи к забитым голам не приводили. Однако и голкипер во второй 20-ти минутке держал ворота на замке, сохраняя интригу. Лишь за несколько минут до финального свистка футболистам ИМО все же удалось провести голевую комбинацию и поставить точку в матче. Как итог 4-1 Институт международных отношений в четвертьфинале. В следующей игре на этой стадии турнира друг другу противостояли сборные Института информационных технологий и интеллектуальных систем и Института филологии и межкультурных коммуникаций. В равной игре филологи открыли счет. Однако после забитого мяча приняли решение отойти в обороны и сохранять преимущество. Итис забрал мяч, давил, использовал частые замены и, наконец, сравнял счет за несколько секунд до свистка на перерыв. Во втором тайме команды осторожничали. Оба голкипера играли надежно. Большую часть времени на паркете шла борьба за мяч, инициативу, и лишь изредка командам удавалось по-настоящему угрожать воротам оппонента. Стало ясно, что игра идет до гола, который по итогу забил нападающий Итиса Данияр Идрисов, уверенно пробив в дальний нижний угол. В оставшееся время футболисты Ефимко пытались перевернуть игру, но настоящей опасностью ворот информатиков создать так и не получилось. 2-1, Итис идет дальше. Спартакиада первого курса подошла к концу. Последний комплект наград разыгран в мини-футболе. Участие в турнире приняли все учебные подразделения Казанского федерального университета. О том, кто стал чемпионом в данном виде, далее расскажет Яна Зиновьева. 17 октября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел заключительный этап спартакиады среди студентов первого курса – мини-футбол. Первокурсники каждого института яростно доказывали и показывали, на что способны. Игра за игрой и доходит черед полуфиналов. Первая полуфинальная встреча прошла между командами набережной Челнинского института и Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Весь первый тайм прошел под диктовку челнинцев. Они показывали достаточно слаженную и командную игру, атакуя и прессингуя своих соперников. ИСФН не могли ответить тем же и проигрывают первый отрезок игры со счетом 5-0. Во втором тайме игра продолжается под диктовку набережных Челнов и уже на первой минуте они меняют счет на 6-0. Но все же ИСФН получает возможность забить свой первый гол в этом матче благодаря ошибке защитника команды соперников. Этот мяч оказался и последним для них в этой встрече. Челны смогли до финального свистка отправить в сетку еще два мяча. 8-1 в пользу набережных Челнов. Второй полуфинальный матч. Юридический факультет против Елабужского института. Обе команды начали игру с одинаковым рвением к победе. Первый тайм показал нам хорошую техничную игру от обеих сборных. Но все же юридический факультет оказался более хорош на голевых моментах, нежели Елабуга. Первый тайм заканчивается со счетом 2-1 в пользу юристов. Во втором отрезке игры Елабуга показала более вязкую игру, догоняя соперников по забитым мячам. Но юристам все же удалось оторваться в счете. 3-5. Юристы в финале. В матче за третье место встретились такие команды, как Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Елабужского института. Матч начался с прессинга команды СФН. И уже с первых минут команда Института социально-философских наук выходит вперед на два очка. Во втором отрезке игры Елабуга стала играть более агрессивно, что сыграло не в их пользу. После взятого таймаута ИСФН снова вернулись в игру с еще большим напором. Успев забить за второй тайм игры еще три мяча. 5-0 в пользу Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Они забирают подсчетную бронзу. Финал. Набережно-Челнинский институт и юридический факультет. Две действительно сильные команды. Сразу было видно. Челныне собирались уступать своим соперникам, разыгрывая раз за разом успешные комбинации и забивая один мяч с другим. Набережно-Челнинский институт заканчивает первый тайм со счетом 4-1. Во втором тайме юридический факультет попробовал взять себя в руки, но из-за слишком большого натиска Челнов сбавили оборота. Из-за слабой игры в защите и плохой сплоченности команды юридического факультета проиграли Набережно-Челнинскому институту со счетом 7-2. Набережные Челны забирают золотую медаль. Юридический факультет – серебряную. Яна Зиновьева, Диана Жданова. Неделя спорта. Ну а на этом все. Это была программа «Неделя спорта» и я ее ведущая Надежда Мещерякова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»